Дариночка решила с нами пойти. Она такие красивые фотографии наделала. Где-то там. Я видела, немножко выложила ВК. А так в Инстаграме у себя выкладывала или где? Ну, в Инстаграме там. Телеграм, да? Да. И сегодня мы тоже пойдем, будем фотки делать тоже. Да, они после ужина собираются пойти фотографироваться. Я такая Алине говорю, что обед все скоро будет. Она говорит, нет, скоро уже ужин. Я такая, что лучше. Я думала, только обед будет. Мы заходили уже на обед. Мы пойдем с Вася. Какая бы ни была температура, все равно залезем. Покупаемся. Видите, кто-то замок построил из детей. Море сегодня неспокойное. Ох, холодное. Ой-ой-ой. Там центральный пляж. Там народу много. Шум прибоя. Ну, смотрите, сколько народу окупается. Ну, так вот, чистая, но неспокойная. Свет, не держись. Вода теплая. Вода теплая. Вода теплая. Ну, полный. Тома, не боюсь. Тома, боюсь, очки потеряю. Тома, боюсь, очки потеряю. Извините, попросили показать наш темпедикюр. Вот такие. Как это, ноготочки получились. Ну, ничего крепенько держится. И на море, и на море, и на море, и везде. Ноги, конечно, загорелы. И очень-очень сильно мы на море были. На море вот реально, знаете, вода теплая. Девчонки тоже уже с бассейна пришли. Мы через полчаса уже пойдем ужинать. И я такая думаю, ну, мы-то пришли пораньше, помылись. Они с бассейна пришли. Алина, мам, я помою девчонок. И я сижу и думаю, все-таки, насколько легче, когда девчонки старшие вот так вот помогают. Мы пришли, тут помылись, отдыхаем, лежим. Она и в бассейне с ними была. И сейчас там Тома моет. Ну, девчонки, Женя, Саша, сами уже тоже могут. Но все равно надо и полотенце подать, где-то одежду подать, где-то что-то подать. И уже нам намного-намного легче, когда девчонки уже такие вот намного старше становятся. И по поводу, очень часто у нас, конечно, спрашивают, но это с моей подачи. Это я сама такое сказала, что если Тома в первый класс не пойдет, мы возьмем мальчика. Но время приближается к тому, как я сказала, что это осенью будет. И я понимаю, что нет. Даже если закроют Ютуб, как многие там писали, ну вот, Ютуб закроет, дохода не будет, конечно, наберет там штук 10. Нет. Я уже реально устаю. Вот Софию к нам привозят. Я Насте уже сразу сказала, я говорю, доча девчонки пойдут в школу, как хотите. Поэтому они торопятся, ищут место, куда, чтобы в садик ее оформить. Потому что, конечно, маленькая, конечно, жалко. Жалко. Ну, надеюсь, что не будут обижать. У меня все дети в садик ходили. И Настя-то сама в год и пять пошла в садик. Остальные все попозже, конечно. Алина ровно в два пошла. Женечка, получается, где-то у ей в ноябре два исполнилось. Она с февраля. Ну, практически не ходила в садик. Первое время, потому что без конца всем болели. Саша тоже пошла в садик. Уже аж два с половиной ей было. Нам давали садик в два года Саше. Я отказалась. Я сказала, нет, или вместе сразу. Тогда места не было для Жени. И я отказалась от места. И Сашенька пошла в два с половиной. Дарина тоже в садик пошла уже. Три с копейками ей было. А Сунечка маленькая. Настя-то в год и пять пошла. Она уже и хорошо ела, и на горшок ходила. И разговаривала уже вовсю. Как-то быстрее она развивалась, что ли. Софиечка тоже все понимает. Ну, говорить не хочет. Все дети разные. Вот. Хорошо кушает. Уже плюс. На горшок научат ходить. Алину, я помню, начинала кормить. Год и восемь ей был. Я только начала ее учить кушать. На горшок, правда, уже ходила. У меня старшие росли без памперсов. Единственное, что в больницу, если пойдем куда-то, вот, тогда одевала. Прям на пальцах, наверное, можно посчитать, сколько памперсов я потратила, как, знаете, пока детей растила. А сейчас дети, да, в основном в памперсах. И уже у меня Женя и Саша росли в памперсах тоже. Помню, и было почти им два. Я искала, как отучить их от памперсов. Тома тоже долго. Ну, в школу никто в памперсах не пошел. Ничего страшного. Вот. И я считаю, что все, что человеком придумано для облегчения женщины, это нормально. Хотя, конечно, пишут, что вот, пора уже, пора научиться всему. И да, подытожив мое вот это включение камеры, конечно, нет, сама сболтнула. Ну, я так думала, да. Но уже все, уже сил у нас не хватит на еще одного ребенка, этих бы поднять, и все. Поэтому, нет, мальчика мы брать не будем, нет. Ни мальчика, ни девочки, никого. Кто его знает? Сейчас он как начнут рожать, у меня их уже, и Дарина уже взрослая, может, через год, через два. Кто ее знает? В жизни всяко бывает. Не дай бог, конечно, не надо мне никого. Пока. Ну, мало ли. Поэтому, нет, брать мы никого не будем. Я говорю, Настя, он сейчас надумает второго родить. Кто его знает? Софейка подрастает. Ну, или, знаете, не то, что надумает, но получится. Вот, ну, мало ли. Это ж мне все равно помогать всех растить. И от Алины, и от Дарины, и от Насти. И привозить будут, и сидеть буду, и нянчиться, и всяко. Поэтому, поэтому будем этих потихоньку растить. Уже до ума доводить. Сейчас уже помоется, пойдем уже ужинать. Конечно, колтуны. Саш, не надо расчесывать, просто собери. Волосы мокрые, они мылись только что. Все, мы идем. Девчонки совсем есть хотят. И сегодня должна быть какая-то программа, надеюсь, веселая. Прошлый раз во вторник так долго, они тут занимались с детьми. Знаете что? Я думала, она в конце концов взорвется, которая ведет. Но она, видимо, очень опытная, терпеливая. И вот она, дети там, играет она. Мячиком, пожалуйста, в нас не пинайте. Каждые пять секунд. Пожалуйста, перестаньте мячиком в нас пинать. Не садитесь на мой парашют. Какой-то парашют у нее там что ли. Дети смеются, и все в нее кидают там. Я думала, я вот тут, ну, как бы сижу, смотрю. Дети убежали в магазин или куда-то. И все-таки она вот замолчит на несколько секунд. И опять, пожалуйста, не пинайте в нас мячик. Ну, дети жестокие на самом деле. Прям мне, вот я не была там. Я просто рядом стояла, ну, вот здесь вот слушала. Я думала, бедный человек. Ну, должны же, наверное, быть рядом родители. И они так и ни разу им не сказали, что ли. Ну, прекратите, просят же человек, не пинайте в людей мячик. На море это было? Вот тут вот, когда во вторник, когда... Или когда это, во вторник мы приехали? Да. Нет. В понедельник мы приехали, сначала во вторник, где на росту. А, ну да. Ну, мы приехали с этого, с аквапарка когда, с Голубицкой. Дети не захотели идти, не слышно было. Что-то они так долго прям с ними там играли все. Но я не знаю, как так можно было столько терпеть, что этот человек, вот ведущая эта, она столько терпела. Так, все, мы уже идем. Точно мишку оставили? Так, сейчас девчонок попросим. Так, сегодня винегрет, плов, полочка с изюмом и чай. Видите, Тома, как мишка. Я говорю, давай возьмем столик такой детский. Никаку не соглашаются. Мишку с собой берем, садиться на него. И забыли. Ой, а как зовут вас, я пока еще не знаю. А давайте мы с вами так поиграем. Я посчитаю до трех, и каждый из вас громко-громко скажет свое имя. Ну так, чтобы все вокруг услышали. Давайте так поиграем. Ой, здорово. Хорошо, тогда я начинаю считать. Раз, два, три. Вот это да. Вот это здорово. Вот теперь я слышала, как все классно будет. И так можно попросить, как часик не играть в мячик, ладно? Спасибо. Ну что же, друзья, на самое время нам повеселиться на славу. Вы у нас будете больше. Здорово, а теперь попрыгаем. О, я хожу, твое стоило, если смотрю. Ты никогда не движешься, я даю эту красоту. А ведь может я дура, раз мечтался, если так будет. И не хоть разъем на воробь. А теперь ручка. И так же, я не хочу. А теперь ручка. Продолжение следует... 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 Девчонки только себе подружек нашли и уезжать нам завтра... Тома, ты иди в сандалии, одень, тебе так неудобно будет, ты так ножки можешь сломать, Том! Иди в сандалии, одень! Одень сандалии, побежишь потом, видишь, как тебе неудобно? У меня сердце болит... Потому что не бегай, не бегай, не прыгай! Сиди с Дариной в комнате, с Алиной! Наконец-то мы пошли, ждали полчаса девчонок, они ушли гулять, главная Алина с Дариной... Сейчас опять дверь закроют, ворота, и мы опять на него пойдем! Дома погуляем, в огороде, в саду... Пришли, время уже вот полдесятого, мы только пошли... В бассейне воду поменяем, будем там гулять... Ну да, да, ну пойдем сходим, немножко вдвоем посидим... Вот в этом кафе мы сейчас посидим... Балага называется... Смотрите, какое яркое... Просто сильно далеко мы идти тоже не хотим... Вино, чага, коньяк, настойки пил... Смотрите... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну тем более они даже еще и не дома, а играют, да? Ну чуть-чуть посидит с нами Алиночка А мы все равно пошли вдвоем гулять, Алину позвали Вот такие родители, блин Без детей нам... Вот такой красивый у нас Василий Владимирович был Был В 11 часов закрывается наша избушка на клюшку Время без 15, и мы идем домой Все Алиша давно убежала, маленечко с нами посидела Там же дети одни Буквально 15 минут назад я писала Говорю, покорми их Она говорит, они не хотят, они еще играют Я говорю, только подружек нашли, а мы уже уезжаем завтра Хорошо, кругом музыка играет, но прохладно А мы ни одной кофточки с собой не брали тепленькой Вот, тоже музыка играет вовсю Искра Ну немножко просидели, нам достаточно Идем домой Алине сказала, говорю, сейчас детям телефоны разреши Она, мама, они не хотят, они играют еще вовсю Ну ладно Я плыла Девчонки в футбол играли со взрослыми и выиграли А мы не видели, е-мое У нас двое взрослых были Один в той команде, один в этой команде И мы выиграли с ним Ну, молодцы, молодцы Сашка хорошо играет, и я Там много было детей играли После анимации Они только пришли Ну, время где-то без 15, и 11 Ровно 11 10-5 минут назад пришли Ага И Алине сразу написала, чтобы она разрешила телефоны Поэтому девчонки поздно ложатся Ну ладно, ладно, выходной Каникулы Каникулы Поэтому мы сейчас с вами будем прощаться Вот, девчонки сейчас будут тут сидеть в телефонах целый час Всем пока! Всем пока! Алинька хочет тоже робот Кого ты хочешь там? Робот Игру скачала, как у них Это очень клевая игра Больше бога сразу заходи Она еще ей надо регистрировать Звучит, как реклама какая-то Понятно Ну, ладненько Хорошо у нас сегодня день прошел, да? Да Прям вообще хорошо Особенно у нас Только подружек завели, Ёшкин кот, да? Не только Ну, а завтра уезжаем, Ягу, столько подружек завели Ну, ладно Ну, ладно Всем спасибо, кто нас смотрит Всем пока! Всем пока! Ваши подружки, мы гуляли